Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Девочки, смотрите, какая у меня прелестница там лежит, такой сладенький, такой хорошенький. Моя прелесть там лежит. Девочки, я хочу с вами сегодня поделиться такой радостной новостью, которая произошла в нашей семье. 20 марта я снова стала тетей! Ура-ура! Девочки, поздравляйте меня! У моей сестры, у моей родной сестрички, которая старше меня на 3,5 года, родился сыночек, назвали его Петя Петр Алексеевич. Петр Алексеевич, никак иначе. И, конечно, это очень-очень радостное и долгожданное событие в нашей семье. Мы все безумно счастливы. И, в общем, поздравляйте меня! Я снова тетя, и тетя во второй раз моему старшему племяннику 17 лет. Вот такая разница у них, да, получается достаточно большая. Но это очень-очень здорово в любом случае. Вот, так что я безумно-безумно рада. И давно хотела с вами поделиться этой новостью, скажем так, классной. Но как-то я, наверное, немного суеверна в этом плане. Я немного такая, ну, да, наверное, может быть суеверна. Не хотелось раньше времени говорить. И вообще, ну, как-то так. Я завтра еду как раз в гости к своей сестричке. И я еще не ездила. Вот сейчас первый раз поеду. Просто, ну, ребеночек маленький. И как бы вообще, пока выписались из роддома, да, туда-сюда, как-то не до гостей было. Вот, поэтому я завтра поеду, буду тискать маленького. Девочки, ужас. Вот. И, кстати, мне кто-то говорил, что нужно мне тоже родить себе доченьку. Девочки, у меня сестра, это ее второй муж, да. И, то есть, получается, у моей сестры двое сыновей, и у меня двое сыновей. И я думаю, что это просто мы с сестрой тут, когда она еще была беременная, она приезжала ко мне в гости. Тут несколько, ну, какое-то время тут у нас тусовалась, жила у нас. Вот. И мы с ней как-то обсуждали эту тему и пришли к выводу, что нам с сестрой не судьба просто. Просто это, ну, не судьба иметь девочек. Поэтому, да. Вот. Так что, нет, я третьего ребенка не хочу. И мы с мужем как бы решили, что нам двоих сыновей и двоих племянников хватает. Вот. Так что вот так вот. А я сейчас еду. Соответственно, мне нужно завтра поеду к сестре. Мне нужно кое-что ей купить. И я хочу вообще доехать до фикс-прайса. Я там сто лет вообще не была. У нас еще там перекопали все. Как что-то там ремонтируют или что-то делают. В общем, не знаю. Если я смогу попасть, обязательно зайду в фикс-прайс. Возьму вас с собой. И... Ну, сладкий кот. Ну, сладенький. Девочки, вы посмотрите. Смотрите, какой прелестник. Да? Не буду его трогать, а то он будет делиться на меня. Вот. Так что... В общем, еду по делам на кое-какие покупки в фикс-прайсе. У меня сынок просил купить ему... В общем, наклейки, раскраски какие-нибудь в фикс-прайсе. Они обычно недорогие, прикольные. Ему очень нравятся. Соответственно, в общем, сейчас поеду, возьму вас с собой. И еще вам сейчас покажу заказ Faberlic. У меня буквально небольшой пришел. Так что вам в этом видео покажу. И, кстати, кто смотрел мой обзор, скажем так, по ссылке с магазина L'Etoile, я еще раз повторюсь, я не сотрудничаю с магазином L'Etoile и с духи Рев и Рев Гош, и все в этом духе, и фармакосметика. Нет, я просто являюсь там покупателем, обычным, таким же, как и вы. У меня даже никаких льгот нету, никаких скидок особенных нету, ничего нету. Я просто шипоголик, вот, можно так выразиться. Вот. И я там показывала вам вот этот аромат, девочки, от Moschino. Боже, какой он классный. Слушайте, ну, это не детский аромат совсем. Хотя у меня одна девушка писала, что она вместе с дочкой пользуется. Не помню, дочке сколько лет, 11, по-моему. Вам огромный привет. Слушайте, ну, он очень классный. Он так поднимает настроение. Я даже, не знаю, мне вот такого объема, вот у меня уже сколько его, да. Мне, я люблю сотки покупать. Вот подобные парфюмы, которые прямо заходят, которые поднимают настроение, которые как-то, знаете, он еще такой, хочется двигаться, что-то делать, такой, знаете, очень классный аромат. Девочки, попробуйте обязательно. Вот в Литуале он представлен. Я там и заказывала. Обязательно попробуйте вот этот аромат. Несмотря на вот такую вот детскую упаковку, я бы так выразила, сам аромат очень классный. Вот это Bubble Gum. Он потом немножко уходит на второй план. И что-то такое, немножко и зеленые нотки. В общем, очень приятный, веселый, жизнерадостный аромат. Он просто потрясающий. Я вот сейчас пользуюсь только им, девочки. Настолько он мне нравится. Единственное, что... Прям вообще балдеж. Кату только не нравится. Обычно. Вот. Единственное, что он держится полдня, да. Потом я его обновляю. Но так он очень вкусный, классный ароматик. Ну, и давайте покажу Faberlic, и потом поедем с вами погуляем. Он у меня тут совсем небольшой, но я думаю, будет интересно. Во-первых, я взяла вот это мыло для кухни, устраняющие запахи, артикулы. И ссылки все я оставляю вам внизу в инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите. Устраняющие запахи. Его мне хватает очень надолго. Оно густое. Я его никак не разбавляю. И действительно не сушит, не раздражает кожу рук. И удаляет все запахи. От рыбы и тому подобное. Мне очень нравится вот это мыло. У меня закончилось, купила еще. И также взяла порошки. У меня еще есть. Я взяла пятновыводитель вот такой. Тоже мне нравится. Мне нравятся вообще порошки вот этой вот линейки GreenLine. Вот этот пятновыводитель очень хорошо. Я добавляю его к порошку, когда стираю. Если какие-то загрязненные вещи у меня очень нравятся. И два кондиционера. Только что-то я два одинаковых взяла аромата. Вот посмотрела. Действительно это я бросила в заказ. Два одинаковых аромата. Но ничего страшного. Тоже приятно пахнет. Восточный пион. Мне очень нравятся. Они, видите, такие густые внутри. И поэтому их надолго хватает. Придают мягкость белью. И очень приятно пахнут. Немножко косметики. Свою любимую тушь. Мне хватает ее недели на три. Я делаю макияж каждый день. 52-48 ее артикул. Очень нравится мне эта тушь. Классная. Не отпечатывается. Не смазывается. И делает просто шикарные ресницы. На мой взгляд. И еще взяла вот такой карандашик. Это тот карандашик, который не нужно затачивать. Вот такой черный. Написано, что можно использовать и для водной линии. Как раз для межреснички хочу использовать. Вот, чтобы взгляд был более таким вау. И еще заказала себе вот такое нижнее белье. Я его уже примерила. От Фаберлик. Вот такое. И оно мне вообще идеально подошло. Это идет типа белье пушат. Но я, наверное, вот это вот вы, наверное, вытащу. Потому что, ну, скоро лето. Когда лето, как-то жарковато. Вот с этой вот историей. Тем более у меня вот эта история, кстати, вот эта штука. Она у меня, когда я стираю, она у меня обязательно потеряется. Поэтому я обычно вытаскиваю. Вот. И оно очень мягкое. Оно хлопковое такое. Прямо, видите? Здесь небольшой кружавчик. Ну, он здесь внизу. Так что не будет виден под какую-то футболочку. Вообще очень хорошо сидит, прилегает прямо к груди. Но я не знаю, как будет в носке. Поношу, потом расскажу. И здесь вот уже идет сеточка. Но вот это вот очень приятная ткань. Здесь прямо такая к телу. Он очень приятный. И, ну, вот по первой примерке очень удобно сел. Но у меня грудь небольшая. Поэтому, как бы, да, не могу ничего сказать. Но вот было очень много там отзывов о том, что подходит как раз на небольшую грудь. Отлично ее, как бы, ну, очень красиво собирает, в общем, этим словом. Вот. Ну, и у меня еще здесь каталог. Вот такой новенький. Какая-то новая одежда, я так понимаю. Новая линия средств макияжа. Обновить гардероб к лету. Надо будет обязательно посмотреть из одежды. И эта одежда, действительно, мне очень нравится от компании Faberlic. Одежда и бытовая химия вообще классная. Ну, и моя любимка, вот эта тушь. Супер. Цена-качество просто потрясающе. Так что вот такой заказ Faberlic. Напоминаю, что ссылочки и артикул оставила внизу в инфобоксе. Ну, что, девочки, я уже приехала домой. Я не поснимала, хотя хотела поснимать. Хотела погулять немножко. Но я, как всегда, везде опоздала. Везде, где только можно было. В общем, все-таки успела заскочить в FixPrice. Но покупки у меня совсем-совсем небольшие. Во-первых, я купила вот такие вешалки. Я такие уже покупала. У меня были, точнее, есть такие черные вешалки. Ну, там говорят, что нужно все вешалки одинаковые. По фен-шую. Ну, у меня не фен-шуй. Вот у меня разные. Купила две последние. Очень нравятся мне вот эти вешалки. Они такие бархатные. Вот этот бархат не слазит. И очень хорошо даже какие-то... Ну, то есть хорошо фиксирует одежду. Ничего не сваливается. И при этом они тоненькие такие. В общем, в упаковке четыре штучки. Взяла две упаковочки. Также я взяла вот такие мочалки поменять. Вот как раз две штучки взяла. Себе я такую жесткую покупаю мочалку. Ее не было в FixPrice. Кстати, покупаю ее в FixPrice. Вот. Ее там не было. Поэтому взяла только две вот такие. Ну, в общем, надо поменять мочалочки. Это мальчишкам моим, кстати, мочалки. Вот такие. Вот. И также для себя я взяла вот эти спонжи. Я их все время беру. Снимаю маски этими спонжами. Очень удобно. В принципе, взяла, правда, только три штучки. Но потом еще хочу как-нибудь заскочить в FixPrice. Ну, у меня всегда такие планы. Но не всегда получается. А это я купила младшему своему сыну. Я не скажу, что мы сейчас прямо сильно-сильно занимаемся. Но когда у меня старший садится делать уроки, младшему скучно. Он тоже обычно садится что-нибудь рисует, что-нибудь делает. Ну, в общем, такие вот занималки у нас. Вначале я взяла и первый выпуск прописей, и второй. И здесь уже пишем буквы. Ну, в общем, так по настроению будем заниматься. Видите, тут уже даже прям слова пишем. В общем, елочки тут дорисовать. В общем, он у меня любит такое посидеть. Ну, недолго, правда, сидит. Но все-таки по чуть-чуть будем, в общем, писать. Вот. И также младшему он у меня любит всякие наклейки. Я взяла вот такие. Ну, во-первых, это полезно. Во-вторых, еще плюс наклейки. Он у меня очень любит всякие вот такие журнальчики с наклейками. Ну, как журнальчики, книжечки, да, такие. В общем, взяла лесные жители вот такие. Здесь, кстати, прикольные такие картинки. Вот. И в фикс-прайсе постоянно беру вот всякие такие раскраски или что-то подобное. Видите, какие прям прикольные наклеечки. Вот. И морские жители. Тоже интересно. Тоже, видите, какие яркие прям. Вот. Здесь у нас уже вот такие наклейки. Вот у кого есть детки, очень советую фикс-прайс всякие такие вещи покупать. Они недорогие по сравнению с другими магазинами. И при этом, ну, классно. Ребенок занят, тем более, если любят. Здесь вот такие вот тоже наклейки. Вот эти тоже. Всякие домашние любимцы. Наша любимая еда. Откуда мы, наша семья. В общем, видите, сколько всего интересного. Похож на Каспера. Моего. Вот. В общем. И еще купила им вот такие ручки. Одному и второму. Я не знаю. Старший муж. Он меня не любит уже во всякое такое играть. Но мы недавно читали книгу. Там были дети-шпионы. В общем, ну, как бы там такой, типа, детский детектив. И там были невидимые чернила. Вот. Мои прямо так впечатлились. Там можно, типа, из апельсина сделать невидимые чернила. Вот. А я им купила вот такие ручки. Увидела. Видите. Вот. Одному и второму. Ну, в общем, выберут кому какую ручку. Так что вот такие вот у меня совсем-совсем небольшие покупки были. Но все-таки заскочила. Бытовой химии мне просто сейчас не нужна. Я обычно там беру бытовую химию. Что-то вот такое. Вот такое все. Вешалочки. В общем, такой всякую ерунду. Из еды ничего не стала брать. В общем, такие небольшие покупки. Мне просили показать, как я готовлю треску. Вот как раз сегодня на ужин я ее буду готовить. Соответственно, я ее почистила, помыла, нарезала вот на такие порционные кусочки. Я сразу взяла сделать две рыбы. И буду добавлять вот такой, ну, как бы заливку, скажем так. Также добавлять перец. Это у меня перец сахер вместе с лимоном. Очень классно он идет к рыбе и не только. Значит, столовую ложку майонеза я разбавляю водичкой. Так вот сбалтываю. И все это буду заливать сверху на рыбу. Рыбу я посолила отдельно. То есть не саму водичку, а рыбу. Получается такой нежный вкус. Можно взять немножко сметаны. У меня это сметанный майонез. Поэтому получается так вот нежненько. Ну, плюс разбавленная водичка. То есть он как бы в духовке будет тушиться. Сверху посыпаю перец. И, в принципе, из специй у меня это все. Я не очень люблю, когда в рыбе много специй. Правда, еще я решила добавить сюда укроп. Тоже заказывала его на iHerb. Единственное, что так неудобно, конечно, снимать. И у меня получилось немножко так, видите, в одно место густо, в другое пусто. Но ничего страшного. Все это распределила. Укроп тоже очень хорошо с рыбой сочетается, на мой взгляд. Вот. И буду ставлю при температуре 180 градусов где-то минут на 40, наверное. Я вот еще добавляю немножко укропа. Потому что, видите, как-то я так вот неравномерно распределила. Сверху я добавляю обжаренный лук. Чтобы вот он так закрывал все это. Слегка обжаренный на сковородке. Полукольцами я его нарезаю. И все. Буду отправлять все это дело в духовке. Вот в сочетании с луком. Вот этот риск. Просто обалденный вкус. Такой нежный. Вот у меня, кстати, сметанный майонез. Вот такой. В закупках ленты вы, наверное, видели. Ну, еще, конечно же, сделала салат оливье. Как мне просили мои мужчины. Вот столько у меня получилось его. Я сюда положила и свежие огурцы, и маринованные огурцы. Мариновали мы их сами. Поэтому у меня такой микс. Я, кстати, чаще всего именно так и делаю. То есть и свежие, и соленые, или маринованные. Обтерла ободочек у миски. Так намного презентабельнее, скажем так, выглядит салат. Вот. Заправила. Заправляю. Я стараюсь немного майонеза туда класть. Чтобы не прямо такой жидкий-жидкий был. Вот. А такой, ну, немножко совсем. Насколько это возможно, конечно, для салата оливье. Немного добавить майонеза. Ну, и здесь у меня уже готова рыба. Вот так вот она получается. 40 минут стоит при температуре 180 градусов. Она абсолютно готова. Рыба вообще быстро готовится. Получается нежный, сливочный и просто обалденный вкус. И на гарнирах к рыбе, конечно, у меня почти всегда рис. Вот. Так что на сегодня на такой вкусной ноте я буду с вами прощаться. Вот. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok